Ну а в Австралии на этой неделе можно было наблюдать эпичную битву жабы в лице глобальной корпорации Facebook с гадюкой в лице поборников авторских прав в интернете в местном правительстве. Но почему борщи и венки? Почему, черт возьми, не классические театральные постановки или концерты? Тут, думаю, все понятно. Очередная бумажка для галочки. Так вот, австралийские власти вполне в духе беснования и паразитизма на теме авторских прав в сети подумали, а чего это пользователи Facebook читают наши новости на халяву? Давайте обложим их данью. Звучит как сюр? Возможно. И все же это реальная новость. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Международная панорама и я, Данил Богатырев. 14-15 февраля Владимир Зеленский с супругой Еленой были с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Отбросив в сторону шутки о том, что вояж в экзотическую страну мог быть подарком президента своей жене на День влюбленных, проанализируем это событие серьезно. Вы, наверное, спросите, почему мы говорим о визите Зеленского в ОАЭ только сейчас? Ответ довольно прост. Во-первых, потому что на прошлой неделе были и более важные новости, а во-вторых, чтобы в СМИ успело появиться максимальное количество информации об этом визите, на основе которой мы сможем сделать выводы. Визит украинского президента в Эмираты заинтересовал нас потому, что мы в принципе считаем правильной диверсификацию внешней политики Украины, выраженную в налаживании сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и других регионов. Слишком уж Европоцентричной была внешняя политика нашей страны в последние годы. Да и потом, в конце 2020-го, заявления о развитии так называемых альтернативных направлений внешнеполитического сотрудничества начали раздаваться как из украинского МИДа, так и из Офиса Президента. Являются ли они проблеском света в сумеречном сознании отечественных дипломатов? Давайте разберемся. В Офисе Президента сообщают, что в ходе визита украинской и эмиратской сторонами было подписано шесть документов. Первый из них – межправительственный протокол с изменениями о недопущении двойного налогообложения и предотвращении уклонений в налогах на доходы и капитал. По заявлениям чиновников, документ должен ослабить фискальную нагрузку на субъектов хозяйственной деятельности, поспособствовать деловой и экономической активности. Второй документ – соглашение о борьбе с преступностью и терроризмом. Тут, думаю, комментарии излишни. Это стандартный документ, который подписывают во время государственных визитов для галочки. Не думаю, что проблема трансграничной преступности и терроризма у Украины с ОАЭ стоит остро. Также был подписан меморандум между МВД двух стран о взаимном признании и обмене водительских прав. Вот это уже совсем забавно. Скажите, уважаемые зрители, кому-то из вас приходилось водить автомобиль в Эмиратах? Вот и мне не приходилось. Большинство граждан Украины попросту не посещают эту страну. Далеко, дорого, да и незачем. Соответственно, данный меморандум может пригодиться разве что отечественным чиновникам-казнокрадам, желающим на выходные слетать покататься на внедорожниках по пустыне. Еще один подписанный Украиной и Эмиратами документ – это меморандум о взаимопонимании между Минэкономикой и Офисом Госминистра продовольственной и водной безопасности ОАЭ. По заявлениям Офиса украинского президента, он должен поощрять иностранные инвестиции в сельское хозяйство и способствовать развитию торговли агропромышленной продукцией. В ОП считают, что меморандум положительно повлияет на увеличение объемов двусторонней торговли. А вот это уже интересно. Двусторонняя торговля и расширение рынков сбыта собственной продукции – это именно то, что сейчас нужно Украине. Но почему такой гипертрофированный фокус на сельском хозяйстве? Складывается впечатление, что украинские чиновники всерьез восприняли издевательские слова бывшего посла США об аграрной сверхдержаве. А как же промышленность, оборонка и многое другое, что ранее закупали у нас арабские страны? Следующий подписанный двумя сторонами документ – меморандум о взаимопонимании в развитии туризма. Тут, думаю, все понятно. Очередная бумажка для галочки. И, наконец, последний из подписанных документов – меморандум о взаимопонимании между Госслужбой геодезии и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ. По заявлениям Офиса президента, этот документ предусматривает обмен опытом по использованию сельхозземель, сохранению, воспроизведению и повышению их плодородия, внедрению электронных услуг в сфере землеустройства, мониторингу экологического состояния грунтов на фоне изменения климата и негативных процессов. В общем, опять сельское хозяйство. Причем на сей раз с явным намеком на перспективу скупки украинских сельхозземель арабами. А иначе зачем сотрудничать в сфере введения электронных услуг в области землеустройства? Как видим, если отбросить мишуру, вроде признания водительских прав и соглашения о туризме, выяснится, что президент ездил в ОАЭ договариваться о сбыте украинской пшеницы и возможной скупке украинских сельхозземель представителями Эмиратов в будущем. Да что говорить, если даже павильон Украины на всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае был выполнен в форме колоса пшеницы. Как заявил сам Владимир Зеленский, цитата, у нас уже сложились традиционные сферы сотрудничества. Главными экспортными позициями Украины в ОАЭ пока остаются продукции агропромышленного комплекса и металлургии. Действительно, Украина может стать и станет гарантом продовольственной безопасности Эмиратов. Украинские черноземы известны во всем мире. Мы среди мировых лидеров по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя. Нет, мы, конечно, не хотим сказать, что экспорт сельхозпродукции – это плохо. В нынешней ситуации он для Украины чрезвычайно важен. Но разве, готовя такие визиты, отечественные дипломаты не должны стараться договориться о поставках в иностранные государства продукции с большей добавленной стоимостью? Те же макароны из пшеницы производить бы хоть научились – уже какая-то прибавка к экспортной выручке. Впрочем, видимо, украинские дипломаты не задаются подобными вопросами. Да и вообще, такое впечатление, что позиционирование Украины на международной арене нацелено на создание для нашей страны образа этакой большой деревни. Вот, например, в ходе визита Елена Зеленская договорилась с арабской стороной о проведении в Эмиратах фестиваля росписи писанок, плетения венков и приготовления борща. Оставим за скобками то, что христианские пасхальные традиции вряд ли кому-либо интересны в исламской стране. Но почему борщи и венки? Почему, черт возьми, не классические театральные постановки или концерты? Создается такое впечатление, что за последние 15 лет, начиная с президентства Виктора Ющенко, идеи украинских политических пиарщиков в сфере культуры ограничиваются писанками, венками из соломы, трипольскими горшками и вышиванками. Визит Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подробнее проанализируем с политологом-международником Ильей Кусай. Здравствуйте, Илья. Как бы вы оценили такие итоги визита? Можно ли было добиться чего-то большего и насколько они удовлетворительны для Украины? Среди всех этих документов, где есть, скорее всего, конкретные результаты, то есть не меморандум, а соглашение, цифры назывались, это классические сферы сотрудничества между Украиной и Эмиратами, где мы десятки лет торгуем, то есть это аграрка, сельскохозяйственная продукция, более 50% экспорта Украины в Эмираты, это АПК. Это оборонка, ну понятно, Эмираты на сегодняшний день очень серьезно развивают оборонную промышленность у себя, и они становятся очень серьезным игроком в этой сфере. Другой вопрос там, о чем мы подписали, потому что так называлась цифра в 1 миллиард долларов, к сожалению, мы не знаем. То есть эти детали не раскрываются, все, что сказали, это что вот некие соглашения на 1 миллиард в оборонке. Илья, вот здесь возникает такой вопрос. 1 миллиард долларов для нашей торговли с Эмиратами именно в сфере оборонки. Это много или мало? Как было раньше? На какие суммы заключались соглашения раньше? Вот чтобы сравнить. Ну как, для Эмиратов это вообще немного. Для нас это много, потому что у нас в целом никаких, у нас практически не было давно уже каких-то крупных контрактов с Эмиратами. Тем более, ну миллиард долларов это сумма. И, ну да, скорее всего речь не будет идти о каких-то там серьезных, производстве серьезной какой-то там техники, например, или чего-то другого. Но для нас это сумма, потому что у нас, например, весь, да даже весь общий, вся торговля с Эмиратами, вообще вся, это если сюда и услуги включать, это 1 миллиард 65 миллионов. Вот вообще вся, вот просто взять. То есть для нас это серьезно. Поэтому, ну, другой, просто мы не знаем ничего. Вот мне сложно анализировать итоги визита. Вот я говорил, начинал говорить, потому что мы ничего не знаем по факту. Мы знаем, что были заключены некие меморандумы, но меморандум, ну, понятно, в Украине, наверное, ну или там в офисе президента, я так понимаю, считают, что меморандумы это серьезный документ на уровне с договором. На самом деле нет. Это заявление о намерениях. Да, то есть в меморандуме перечислены позиции сторон по определенному вопросу, их намерения, что они хотели бы делать вот так в перспективе, может быть, там, если будут, если сойдутся планеты, там, ну и будет такая определенная воля, и ресурсы на реализацию, ну, то есть и справочная информация. То есть это не соглашение. Плюс, а там, где, в общем, вроде как были заключены конкретные соглашения, нам не называются никаких подробностей, что, кто, кому будет поставлять, что будет развиваться, но зато называются цифры. Что для меня достаточно странно, учитывая, что, ну, цифры обычно называются, когда заключен конкретный, ну, контракт есть, и мы знаем, о чем он. Вот, а в данном случае просто разбрасываются цифрами 1 миллиард, 3 миллиарда, но это, мне кажется, это несерьезно. То есть это наводит на подозрение о том, что здесь может быть просто замыливание глаз? Либо, ну, у меня несколько версий. Значит, либо так, то есть это имитация бурной деятельности, ничего не было, это был визит ради визита, потому что, ну, давно президент никуда не ездил. Второе, ну, там действительно что-то есть, то есть что-то, вот, заключили какие-то соглашения, но по какой-то причине решили скрыть их детали, ну, вот какая-то там вот страшная талька. Секретно, чтобы агенты Кремля не подкопались к нашим оберарным соглашениям. Да, либо действительно там договор заключили, там все есть, но вот по какой-то, ну, но коммуникации с обществом настолько плохие, что вот, ну, не смогли нормально донести информацию. Или же, опять же, я иду вот в логике национальных коммуникаций, вот как они проходят, или же нам просто ждут, чтобы к какому-то юбилею или годовщине нас обрадовали новостью про то, что мы реализовали с Эмиратами нечто, потому что подписали когда-то там... Тридцатилетие независимое. Может быть, я не знаю. То есть это вот, я просто, у меня несколько вот этих версий, как почему, что это было, потому что по-другому я это объяснить пока что не могу. Меня на самом деле удивляет то, что не были описаны детали вот этих вот коммерческих контрактов, именно заключенных частными фирмами. Ведь, собственно, привлечение инвестиций – это то, о чем нам так много говорят наши руководители. И здесь хотя бы могли написать, ну, грубо говоря, сферу и сколько туда удалось привлечь. Не надо там детализировать, ну, вот грубо говоря, металлургия, туда-то вложили столько-то, такая-то компания. Все. Но мы этого не видим. Ну, мы можем... Вообще, это больше, конечно, должны заниматься этим сами частные компании сообщать, что вот мы-то такое сделали. А зачем им, по сути, частникам сообщить? Они могут это делать, в принципе. Да и коммуникации у частного крупного бизнеса, по мне, иногда даже, ну, иногда лучше выходят, чем у государства. Но тут вопрос еще в том, что мы можем предполагать, какие сферы обсуждались по названию компаний, которые там были. Ну, мы же понимаем, да, что DTEC – это, скорее всего, что-то связано с энергетикой. Эпицентр, например, это что-то связано вот с розничной торговлей или стройматериалами, может быть. Там кто там еще был? Там был Dragon Capital, например, Тома Шефиалы. Ну, то есть, очень много компаний SKM. Ну, Interpipe, Винчука. Ну, то есть, в принципе, мы можем там предположить, какие сферы, учитывая какой там профиль этих компаний, что обсуждалось. Я думаю, что, скорее всего, если результаты визита есть, то они, скорее всего, это зерно, поставки зерна были новой договоренности. Оборонка, я предполагаю, что могло быть что-то. Ну, в принципе, Украина в этой сфере всегда была активна, остается активной. Да, у нас такая сейчас, ну, такая склонность все, что связано с оборонкой и военкой, и все закрывать, ну, скрывать, ничего не говорить под грифом секретно-гостайно. Ну, сейчас часто такое, как только что-то это, начинается какой-то разбор, то, ну, закрываем. Ну, вообще, даже если брать общую долю на рынке экспортеров вооружений, то просели мы в последние годы, откровенно говоря. Не, мы просели, да, но это еще та сфера, которая дышит, и, в общем-то, мы, ну, а на Айдекс-2021 участвовали как-никак, ну, могли вообще не поехать, поэтому, в принципе, то есть, оборонка сельхоз, зерно, где мы реально серьезный игрок, все еще на эмиратском рынке, ну, и сырье, там, металлургия, ну, мы, 30% нашего экспорта же в Эмираты тоже это металлургия. Вот, ну, все, вот это те сферы, где мы действительно можем, у нас есть продукция, которую можно поставлять, надо обновлять контракты, с эмиратами давно сотрудничаем, по другим направлениям, если и были какие-то результаты, нам о них неизвестно. Ну, вот вы говорите, это то, что есть, я, в принципе, здесь с вами согласен. Да, а вот нужно же как-то думать на перспективу, в общем-то, в налаживании таких отношений, тем более, все-таки, ближневосточное направление, оно в украинской внешней политике было, ну, на периферии, будем говорить, в последние десятилетия, даже не года. И все-таки здесь надо было бы что-то планировать такое, что мы могли бы, возможно, в перспективе туда поставлять, о чем-то договариваться, какую-то продукцию высокого передела. Ну, наш интерес-то состоит в том, чтобы увеличивать выручку от экспорта. Есть ли подвижки в этом направлении или вообще мы их не видим? Пока нет. Ну, у нас Ближний Восток, он все еще, по моему мнению, остается на периферии. Даже когда в офисе президента вот последние полтора года вот заигрывают с идеей диверсификации внешней политики, когда говорят, что кроме европейского, надо другие. В основном смотрят на Восточную Азию, то есть вот имея в виду это. Но чаще всего я это слышу. Ну, это очень странно, смотрят на Восточную Азию, вводя санкции против Китая. Ну, кроме Китая. То есть Юго-Восточная Азия, там, да, с Китаем у нас действительно очень сейчас все напряженно, но очень часто вот то, что я слышу, это говорят о странах Юго-Восточной Азии в намерениях вот с ними развивать отношения. Ближний Восток все еще остается вне нашего радара. Ну, я не вижу вот никаких серьезных подвижек, причем, ну, на самом деле, вот вы задавали вопрос, а могли ли мы, вот могло быть по-другому во время визита в Эмираты? Вот мне кажется, нет. Ну, вот то, что произошло, это закономерно, вот не могло быть по-другому, потому что у нас с Эмиратами настолько, мы уже настолько на разных уровнях развития, ну, Эмираты, конечно, нас обогнали десятки раз, просто вот мне очень интересно... Это, наверное, могло бы, если бы готовились к этому визиту года три. Вот так серьезно. Да, если бы это был серьезный визит, если бы у нас были какой-то крупный проект с Эмиратами, под Эмираты, ну, то есть я бы... Ну, это все, это нужна очень серьезная проработка, плюс нам действительно мало что им можно предложить. Мне даже вот, мне было, ну, вот как и смешно, и грустно, да, вот смотреть. Я зашел, посмотрел, ну, потому что у нас в Украине часто представители делегации в Эмиратах часто упоминали, что Украина – это гарант продовольственной безопасности Эмиратов. Я зашел в глобальный рейтинг продовольственной безопасности, ну, то, что называют «food security». Я не знаю, что у нас имели в виду, может, что-то другое, но если имеется в виду «food security» и «продовольственная безопасность», то, извините, Эмираты на 21-м месте в мире, а мы на 76-м, по-моему. Потому что мы гарантировали их безопасность, пожертвовав своей. Значит, теперь надо поменяться, и Эмираты должны гарантировать продовольственную безопасность Украины. Вот так это, и мне от этого грустно, потому что, ну, так не должно быть. И нам мало, действительно мало, что можно предложить Эмиратам. И очень символично, что визит президента Украины произошел вот буквально через пару дней после того, как Эмираты вывели на орбиту Марса свой спутник. Да, действительно. Ну, это было огромное событие. Я только удивляюсь, что они вот действительно, ну, согласились принять украинскую делегацию вот на этом всем фоне. Ну, по сути же, потому что к ним не так часто ездят. Ну, сейчас вообще мало кто куда ездит. А тут так получилось, что, с одной стороны, позитивный сигнал, с другой стороны, смотря на итоги, мне все равно не совсем понятно, к чему все это было. Ну, кстати, вот последний вопрос такой, наполовину шуточный, хотел задать о символизме, в общем-то, в украинской внешней политике. Мы видели в такой культурно-символической части этого визита опять же такие призраки времени Ющенко, я бы сказал. Павильон в виде колоска на международной выставке. Елена Зеленская, которая учит эмиратцев расписывать пысанки и, значит, плести веночки из соломы. Ну, как-то это все архаично. Неужели нам нечего предложить миру в сфере культуры? Ну, вот какие-нибудь хорошие гастроли украинского театра с постановкой какой-нибудь, или же концерт какой-то. То есть, ведь это все можно как-то иначе планировать, иначе представлять себя на международной арене в культурном плане. Почему нас все время, наши властители, пытаются представить как какое-то село, как мировую периферию? Мне кажется, это в головах. Ну, это же все идет от... Ну, это в головах. Оно потом проектируется на внешнюю политику, потому что внешнюю политику делают те же люди, это же украинцы, которые вышли из этого общества, из этого социума, и, соответственно, тут ничего удивительного нет. Да, действительно, у нас культурная и информационная политика, вот эти два серьезных направления, очень сильно проседают. Вообще везде. Ну, то есть, это не только Эмиратов касается. Это очень серьезная проблема. В основном, ну, при том, что в культурной сфере Украина серьезно развивается, у нас много хорошего, что можно предложить, но на государственном уровне это не берут в расчет. Склоняясь к тому, что легче, удобнее и дешевле, наверное, просто взять шаблон, ну, и все. Ну, работает же, ну, работает. Вот это такой принцип, как бы. Ну, оно же работает, да, там, вот. Ну, и слава богу. Проблема в том, что оно не работает. Нет, ну, как, оно же на каком-то минимальном уровне. Вот мы приехали, вот есть какой-то там набор ритуалов. Вот их провели, ну, они же плохо не делают, никто же не там, ну, ничего же не разваливается, вот все. Ну, как, ну, знаете, как у этого, у Жванецкого было, да, вот. Я заказывал красный троллейбус, это синий, но это же троллейбус. Ну, я же хотел синий, а он красный, но это же троллейбус. Я хотел, да, троллейбус 75-го года, этот, там, 38-го, но это же троллейбус. Ну, вот, понимаете, вот в этом суть, как бы, вот, это суть, причем такого постсовка, вот, да, что оно же, ну, вот, работает, ну, все равно, это же вот что-то есть, ну, и все, зачем это менять. Я думаю, что вот с этим проблема связана. Поэтому у нас нет культурной информационной политики. Даже вот информационная политика, а тоже, как бы, с такого немножко полушуточно. Смотрел же я во время визита, какие новости про Украину, ну, как же же освещали эмиратские СМИ. Ну, они практически не освещали, но я так зашел на Галф Тудей, это одна из крупнейших газет англоязычных, то есть даже не для эмиратцев, на самом деле, но эмиратских. И там две новости было, значит, вот во время визита. Две, причем с разницей в пару часов опубликованные. Первая новость, что Зеленский приехал в Дубай, именно в Дубай, где его встретил, конечно же, Мухаммед Бин Рашид Аль Мактум. Все. Ну, то есть она такая, ну, пару абзацев. И вторая новость сразу за ней. Мужчина из Чернигово инсценировал убийство своей соседки, чтобы к нему приехала полиция и расчистила снег под домом. Это было в эмиратские газеты. Вот две новости в Галф Тудей про Украину с тегом «Украина». Это и смешно, и грустно. Ну, то есть это вот просто, про наши, как освещали, это... Ну, я и говорю, что у нас нет никакой... У нас про Украину практически поэтому ничего не знают. Вот. И это очень серьезная проблема. И учитывая, что информация и культура, и символическая политика, вообще вот эти вещи, они сегодня играют очень серьезную роль с развитием технологий, то мы отстаем, конечно, в этом плане. Я бы даже сказал, что вторая из этих новостей свидетельствует об Украине лучше, чем первая, наверное, где-то. Тем временем контуры внешней политики США при Байдене продолжают вырисовываться все более отчетливо. 17 февраля, накануне саммита министров обороны стран НАТО, первого после вступления Джо Байдена в должность президента США, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столденберг призвал европейские государства-участники выполнять их обязательства по увеличению расходов на оборону. «Отказ от повышения оборонных расходов после прекращения президентских полномочий Дональда Трампа был бы неверным сигналом», заявил Столденберг в интервью немецкой газете «Зюддойче Цайтунг». Ранее, 15 февраля, Столденберг говорил о том, что предложит коллегам по альянсу увеличить расходы на укрепление восточноевропейского фланга военно-политического блока. Цитата. «Я буду предлагать увеличить расходы НАТО на нашу основную деятельность по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, деятельность воздушной полиции, развертывание морских сил и проведение учений». По мнению генсека НАТО, увеличенные финансовые поступления от европейских государств стоит направить на укрепление сдерживания на восточном фланге. Подобные заявления вполне органично укладываются в возврат к концепции интенсивного сдерживания России, который уже анонсировали в администрации Джо Байдена. 19 февраля президент Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности особое внимание уделил России, обвинив ее в стремлении подорвать единство ЕС и НАТО. Кроме того, американский президент обвинил Москву в причастности к кибератакам на США и европейские страны. Глава Белого дома подчеркнул, что реакция на эти действия критически важна для защиты общей безопасности. Говорил Байден и о продолжительном и жестком соперничестве с Китаем, к которому он призвал готовиться западные государства и их союзников. 21 февраля в греческом издании То Вима появилась информация, США планируют расширить собственное военное присутствие в Греции. Согласно информации издания, в новом оборонном соглашении Вашингтон предлагает предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках объектов в Греции и обновлять соглашения раз в пять лет, а не ежегодно. За несколько дней до этого, 18 февраля, главы Минобороны стран НАТО приняли решение увеличить миссию Альянса по подготовке иракской армии в восемь раз. Как заявил генсек НАТО Йенс Стоутенберг на пресс-конференции в Брюсселе, численность военных альянсов в Ираке будет увеличена с 500 до 4000 человек. Если новость об укреплении восточноевропейского фланга альянса означает переход к все более активному сдерживанию России, то новость о направлении новых сил НАТО в Ирак свидетельствует о намерении аналогичным образом сдерживать Иран. В целом же, вышеописанные события и заявления говорят о том, что после недавнего вступления Джо Байдена в должность президента США мы наблюдаем переход американской внешней политики от стратегии оптимизации расходов, господствовавшей при Трампе, к стратегии нового экспансионизма, призванного затормозить развитие уже образовавшихся альтернативных полюсов мировой политики. Вероятно, этот внешнеполитический и военно-политический курс администрации Байдена станет устойчивым трендом следующих четырех лет. Для стран Восточной Европы он грозит ускоренной милитаризацией региона, ведь очевидно, что если американцы и в целом НАТО будут подтягивать все больше войск к геополитическому фронтиру, то и Россия в долгу не останется. В результате уже очень скоро мы рискуем получить картину, чем-то напоминающую ситуацию в Европе времен Холодной войны, только на пару тысяч километров восточнее. Подробнее об усилении экспансионистских тенденций во внешней политике США и стран НАТО поговорим с политологом-международником Сергеем Толстовым. Здравствуйте. Добрый день, приветствую. Как вы охарактеризуете внешнюю политику при Байдене? Очевидно, что она, наверное, будет более экспансионистской. Это будут какие-то попытки сохранить доминирование США в ключевых регионах? Ну, пока речь идет скорее не о доминировании в военном плане, а о восстановлении, скажем так, политико-идеологического и ментального лидерства. То есть при Трампе он сразу заявил, что он президент Америки. В ответ на что европейская пресса, Ньюсфик и Финэншал Таймс заявили, что это первый американский президент, который не является президентом западного мира. Ну, что касается Байдена, здесь, на мой взгляд, пока что игра идет в более таком пристрелочном, предварительном режиме. Для меня, например, более важна не речь Байдена на Минскской конференции, хотя это первая речь, адресованная Европе. Для меня все-таки более важно то, что Байден говорил во время посещения Государственного департамента 4 февраля, потому что эта речь носила внутренней специализированной характера и была непосредственно обращена к аппарату Госдепа. Ну, что здесь важно? Важно здесь следующее, что, ну, во-первых, Байден, конечно, попытается поставить Европу в зависимости от курса Соединенных Штатов. Об этом говорят его заявления о том, что Америка вернулась, что теперь, так сказать, европейцы снова должны ориентироваться на позицию Соединенных Штатов. Ну, более того, он даже говорит о том, что в рамках многостороннего подхода он готов возобновить консультации с крупнейшими государствами Европы и НАТО. Ну, а пока что такого механизма нет. Ну, и нужно отметить, что в отношениях с европейцами пока действует инерция политики Трампа. После избрания Байдена, после того, как американцы подняли ставки тарифов на ряд европейских товаров, включая самолеты, эти запчасти для Airbus, вот, и ряд французских товаров, немецких промышленных товаров, французских сельскохозяйственных европейцев, продолжали увеличение. Введение тарифов на американскую продукцию. То есть, торговая война, которую начал Трамп, в том числе с Европейским Союзом, на сегодняшний день не закончилась, это нужно понимать. Ну, во-вторых, ну, если давайте возьмем отдельно сейчас европейский аспект, поскольку он для нас принципиально важен. Байден, он отменил вывод войск из Германии, который частично предполагалось перевести в Польшу, соответственно, и перевод в Польшу тоже блокируется, да, поскольку... Ну, и во-вторых, он снял введенные ограничения на присутствие американских войск в Европе, которое было введено при Трампе, то есть ситуативно они могут расширяться. Но кроме польского и румынского объектов противоракетной обороны, вот и, скажем так, ситуативного расширения активности НАТО в Черном море, пока каких-то существенных корректив нет. То есть, это совершенно не означает, что Трамп будет размещать американские войска в Европе, кроме тех ротационных контингентов многонациональных, которые находятся в Латвии, Литве и Эстонии, ну и плюс американская база в Польше, которая функционирует. Конечно, никто их сокращать, очевидно, не будет, но в то же время пока нет разговора о ее расширении. И даже заикается о том, что пора бы уже прекратить вот эти хронические войны Америки, вот в особенности, включая Афганистан. Я, например, в данном контексте не слышал о том, чтобы в Катаре прекратились консультации с Талибаном. Вот хотя представитель Соединенных Штатов на переговорах с Талибаном ушел, разумеется, в отставку вместе с администрацией Трампа, но тем не менее пока, скажем так, каких-то постановочных моментов относительно переговоров с Талибами о прекращении войны в Афганистане на сегодняшний день не было. Что касается принципиальных вещей, ну да, мы знаем стратегии национальной безопасности Трампа, где Россия, Китай, Иран и Северная Корея были названы прямыми противниками, по-прежнему продолжают действовать акты санкционные о противодействии противника в Америке. То есть эти вещи все... Здесь все остается по-прежнему, так сказать, здесь нет никаких корректив, разве что более усилена позиция в отношении Китая. При этом Байден делает весьма любопытные ремарки о том, что угрозы, которые исходят от Китая, не обязательно будут такими, которые исходят от России. То есть это означает, что политика двойного сдерживания в отношении России и Китая не будет трафаретной, она будет избирательной в отношении каждого из этих субъектов. Ну, соответственно, если для Байдена ситуация в Юго-Восточной Азии, очевидно, будет продолжением четырехстороннего сотрудничества с Японией, Индией, Австралией по Индо-Тихоокеанскому региону, Индо-Тихоокеанской стратегии, и, очевидно, будет усилено внимание Кассиану, где есть особый механизм переговоров по Восточному, по их терминологии Восточному, а по нашему терминологии Восточно-Китайскому морю, и по конфликтам территориальным и военной напряженности в этом регионе, то, очевидно, здесь политика будет преемственной. Ну, что касается Европы, здесь, скажем так, по крайней мере, Меркель высказывает готовность войти с Байденом и с новой администрацией в более тесные отношения, а Макрон продолжает свою линию насчет стратегической автономии Европы и говорит о том, что, ну, собственно говоря, Байден пришел, это хорошо, но вместе с тем Европа слишком долго полагалась на защиту со стороны Соединенных Штатов, поэтому пора подумать о том, чтобы Европа сама была способна реализовывать свою стратегию, защищать себя и регулировать пространство, регулировать ситуацию прилегающих пространств. И какая из этих двух стратегий в Европе победит Макрона или Меркель? Ну, если, например, говорить о Борреле, лидере Европейской службы внешних действий, заместителя председателя Европейской комиссии, то его позиция, очевидно, ближе все-таки к позиции Макрона, потому что перед визитом в Россию Боррель декларировал совершенно однозначно позицию, что без диалога с Россией Европа не может рассматривать себя как геополитический игрок. Но это перед, а после он разразился гневными комментариями. Ну, то, что он разразился после гневными реляциями, это и то, что его, в общем-то, Лавров круто подставил, сознательно, осознанно совершенно подставил его для того, чтобы уничтожить его. Имидж во время пребывания в Москве, заявив во время его визита о высылке трех европейских дипломатов. Это, конечно, важный момент, но ведь наши зрители, очевидно, не настолько, так сказать, примитивно мыслят, чтобы думать, что большие политики и функционеры крупных европейских или международных субъектов мыслят эмоциями. Если бы они мыслили эмоциями, они бы не смогли функционировать на своих должностях, и их бы, наверное, быстро сменили. То у нас, собственно говоря, непонятно, какими импульсами люди руководствуются, поскольку, когда, например, слышу Зеленского или Кулебу, совершенно невозможно анализировать, так сказать, их позицию, потому что совершенно непонятно, чем, кроме попытки получить поддержку со стороны Вашингтона или Брюсселя, они руководствуются, ну, скажем так. Ну, там логика, в общем-то, простая. Заявления должны быть наиболее конфронтационными в адрес России и, возможно, в адрес Китая, вот, и наиболее благосклонными в адрес США. В принципе, там матрица анализа достаточно простая. Ну, у нас, как бы, кроме, кроме уже совсем, так сказать, безбашенных людей, типа секретаря Совета национальной безопасности, в отношении Китая прямых выпадов мало кто делает. Решения принимаются, скажем так, какие-то оскорбительные заявления, но вот Зеленскому кто-то все-таки подсунул, что он никогда не допустит, чтобы какие-то украинские стратегические предприятия попали в руки китайских инвесторов. Но это, я бы сказал, заявление самоубийственного, разоблачительно самоубийственного характера. То есть, что еще нужно сделать для того, чтобы сжечь мосты и поставить себя в безвыходное положение? Сделать еще какое-нибудь такое заявление, которое перекроет одно из принципиальных направлений внешней политики? Ну, сейчас говорят все-таки наблюдатели, что Китай будет все-таки постепенно склоняться, так сказать, от концепции полицентричного мира, будет все-таки вынуждена под давлением действия администрации Байдена склоняться к биполярной модели. Ну, а биполярная модель, в общем-то, означает, что у России не будет одного выхода, как прятаться за Китай и стараться заручиться его поддержкой в каких-то важных вопросах международной жизни. Ну, нас интересует все-таки постсоветское пространство и Восточная Европа. Ну, я думаю, здесь Байден будет действовать как либерал-империалист, либерал-интервенционист. У меня есть, скажем там, крупная книжка, страниц на 700 одного американского деятеля «Американская миссия». Ну, вот там описано как раз во всех деталях этой идеологии с примерами. Так что здесь, я думаю, они сильно задумываться не будут. Думаю, что как раз вот это... Ну, это будет, в принципе, такой политический, культурный, военно-политический экспансионизм. Ну, и я думаю, что вот как раз такая модель жесткого репрессивного государства, преследующего инакомыслия и находящегося в состоянии перманентной холодной войны с Россией, я думаю, что это как раз модель будет законсервирована и в Украине, очевидно, в Грузии. Ну, в Польше, Прибалтике. Ну, в Польше, Прибалтике у них и так есть подобная традиция. Посмотрите, что стало с польскими левыми. Вот где там, значит, Квасневский, его функционеры, его времени. То есть подавление левого движения полностью, значит, соответственно, государственная идеология в духе последнего постановления Верховной Рады о том, что революция достоинства, непонятно, правда, какого и чего, где его можно увидеть, она является как раз отправной. Но самым важным событием в истории Украины, соответственно, все, что не входит в трафареты революции достоинства, должно подлежать подавлению, уничтожению и лишению любых возможностей для легального функционирования. Ну, а в Австралии на этой неделе можно было наблюдать эпичную битву жабы в лице глобальной корпорации Facebook с гадюкой в лице поборников авторских прав в интернете в местном правительстве. 18 февраля социальная сеть Facebook заблокировала доступ к новостям для своих пользователей в Австралии. Это означает, что с четверга на территории страны в этой сети нельзя просматривать сообщения средств массовой информации, а также репостить их контент. Кроме того, пользователи Facebook за пределами Австралии потеряли доступ к материалам австралийских СМИ. Решение соцсети вызвано желанием властей Австралии заставить интернет-гигантов, таких как компании Facebook и Google, платить за новостные материалы, которые доступны на этих платформах. Недавно в стране был принят соответствующий законопроект. В четверг утром австралийцы обнаружили, что через Facebook больше нельзя узнать новость, опубликованная в СМИ. Сеть также заблокировала страницы нескольких государственных агентств, в том числе медицинских и отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Позже компания объяснила, что это было сделано по ошибке. Правительство Австралии резко раскритиковало действия Facebook, заявив, что они демонстрируют огромную рыночную мощь этих социально-цифровых гигантов. Вот как объяснили свои меры в соцсети Facebook. Цитата «Предложенный закон неверно трактует отношения между нашей платформой и авторами публикаций, которые используют ее, чтобы делиться новостным контентом. Это поставило нас перед сложным выбором – пытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, либо запретить новостной контент на базе наших сервисов в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем второй вариант». Вообще, даже если глубоко не вчитываться в суть этого заявления, «Оно прекрасно своим цинизмом». Технологическая корпорация открыто заявляет о том, что вместо подчинения закону, принятому парламентом независимого государства, она предпочитает устроить саботаж, вынуждая это государство менять закон. Но с другой стороны, а разве кто-то ждал от Facebook другой реакции? Особенно после недавней истории с удалением из соцсети профиля на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа и страниц множества его сторонников. В начале 2020 года технологические корпорации, ставшие крупнейшими в мире базами данных и одновременно социальными платформами, как никогда прежде показали звериный оскал. Но в истории с блокированием новостей в Австралии примечательно другое, а именно то, что в ней одно уродливое порождение либеральной системы столкнулось с другим ее порождением. По сути, принятый властями Австралии закон полностью соответствует господствующему на коллективном Западе тренду на доведение интеллектуальной собственности до абсурда. Например, если вы решите записать и выложить на YouTube ролик, в котором вы исполняете какую-нибудь известную песню, не сомневайтесь, его вскоре удалят за нарушение авторских прав. Заниматься подобным в западных странах теперь можно, только предварительно заплатив автору. И это при том, что в интернете проконтролировать тиражирование контента вообще невозможно, не говоря уже о наказании так называемых цифровых пиратов. Так вот, австралийские власти вполне в духе беснования и паразитизма на теме авторских прав в сети, подумали, а чего это пользователи Фейсбука читают наши новости на халяву? Давайте обложим их данью. Но в ответ на это Фейсбук, в духе надвигающегося на западные либеральные общества электронного концлагеря, ответил им, если вы обложите нас данью, мы вас заблокируем. Думаю, теперь вы, уважаемые зрители, понимаете, почему в начале этой новости я упомянул об эпической битве жабы с гадюкой. Но кого же поддерживать в этом конфликте здравомыслящим, политически грамотным людям? Правильный ответ – никого. И попытки обложить все подряд налогами на авторское право так называемых творцов контента, а на деле дармоедов, и стремление технологических гигантов блокировать любых людей или организации, осмелившиеся им перечить, это глубоко порочные явления, порожденные господствующей на Западе идеологией неолиберализма. Так что пусть либералы из Фейсбука и из австралийского правительства пожирают друг друга. А мы понаблюдаем за этим зрелищем со стороны. Одной из важнейших тем в треугольнике отношений Россия-Германия-США продолжает оставаться завершение постройки трубопровода «Северный поток-2». 12 февраля сенаторы от Республиканской партии РИШ и от Демократической партии Шейхин направили президенту США Байдену требование ввести санкции против «Северного потока-2». Также группа из 15 конгрессменов направила письмо государственному секретарю Энтони Блинкену, в котором потребовало прямого ответа от Государственного департамента на вопрос о том, намерен ли он вводить санкции против «Северного потока-2». И хотя в пятницу появилась информация о том, что Байден сам предложил наложить новые ограничения на проект трубопровода, нам представляется, что фактически новая американская администрация не намерена идти на эскалацию в этом вопросе. Так, в среду издания Financial Times и Wall Street Journal сообщили о начале переговоров Германии и США о возможности ослабления санкций Вашингтона, чтобы завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Немецкие власти, как сообщается, могут предложить увязать запуск газопровода с гарантиями того, что Россия не станет использовать его как рычаг давления на Украину. При этом данные гарантии могут быть нарушены в будущем, а введенный в эксплуатацию газопровод будет работать и приносить прибыль инвесторам. Тем временем глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства «Северного потока-2» является для нашей страны вопросом жизни и смерти. Цитата. «Остановить «Северный поток-2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет жить с этим и опойтись без жертв». Читая эти заявления главы украинского газового монополиста, возникает вполне закономерный вопрос о том, что он сделал за последние несколько лет, чтобы минимизировать ущерб для Украины от запуска «Северного потока-2». И я имею в виду конкретные действия по минимизации ущерба, а не истерические призывы остановить строительство газопровода, который Германия с Россией, совершенно очевидно, намерены были успешно достроить с самого начала. Оправдывает ли Коболев свои баснословные зарплаты и премии на должности главы «Нафтогаза», если, по его словам, достройка газопровода, о котором было известно уже давно, все еще может принести Украине невосполнимые потери? Ответы на эти вопросы известны всем, но, похоже, даже если кричать их со всех экранов, к отставке нерадивого чиновника это не приведет. Ведь в кресло главы «Нафтогаза» он посажен по протекции из-за океана. На фоне обострения ситуации вокруг «Северного потока-2» российская сторона сохраняет уверенность в его достройке. В понедельник, 15 февраля, судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб по дну Балтийского моря. В пятницу, 19 февраля, замглавы правления «Газпрома» заверил, что проект будет реализован, а глава российского МИДа отметил, что вопрос «Северного потока-2» закрыт для любого уважающего закон человека. Можно предположить, что вопреки всем прогнозам и противодействию со стороны США и отдельных чиновников в Брюсселе, проект «Северный поток-2» все же будет реализован. При этом сам формат достигнутых, наверняка не публично, договоренностей вряд ли будет принципиально важен. Не столько потому, что о них вряд ли станет известно, сколько из-за высокого уровня конфликтности системы международных отношений. Подробнее о том, что сейчас происходит с «Северным потоком» и вокруг него, поговорим с экспертом в сфере энергетики Валентином Землянским. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Данил. Каковы перспективы развития ситуации и что в реальности для Украины это принесет? Смотрите, ситуация в развитии. Она не останавливалась. По самой ситуации, последнее из новостей, что было, это на судно «Фортуна» были наложены санкции, на компании, которым она принадлежит, американские. Насколько я знаю, процесс продолжается. Вчера, да, это 22 февраля, была подана заявка на строительство в немецких территориальных водах. И в целом планируется завершение, ну вот мы слышали, как это, приурочить к очередной знаменательной дате, к Дню России, к 12 июня. Сегодня трубопровод должен быть закончен, но закончен он может быть в том случае, если присоединиться второй трубоукладчик, академик Щерский, который пока участия не принимает. В принципе, исходя из той протяженности маршрута, которая осталась для строительства, уложиться в сроки могут. Тут насколько повлияют санкции, сказать сложно, потому что, скажем, Европейский Союз, например, отказался рассматривать вопрос санкций против Северного потока в пику, так сказать, Соединенным Штатам. Это несмотря на то, что они же рассмотрели санкции в отношении России по делу Навального. То есть они очень четко разделяют политическую, экономическую составляющую. Было выступление представителя Госдепа, это буквально, я же почему говорю, в развитии все зашевелилось активно, который сказал по поводу того, что по наложению новых санкций, что мы считаем это угрозой для энергетической безопасности в регионе. Это вот так интересно прозвучало. Ну, не совсем понятно, то есть в каком контексте это было заявление Госдепа. Если это заявление относительно, например, Украины и Польши, то, наверное, да. То есть в определенной степени, потому что это повлияет на ситуацию в этих странах с транзитом российского газа. Если же это было как бы относительно всего европейского региона, то я не совсем понимаю, я вообще не понимаю риторику, которая звучит со стороны Соединенных Штатов изначально, вот в проекте «Северного потока-2», потому что постоянно говорится о том, что это усилит зависимость Европы от российского газа. Я не совсем понимаю по одной простой причине. Но какая разница, по какому маршруту он идет? Для Европы, да, вот мы сейчас не об Украине, мы говорим о Европе. То есть для Европы абсолютно без разницы, и Европа возьмет столько российского газа, сколько она сможет взять. Ну, то есть впрок никто там закладываться не будет. Увеличивать потребление тоже не будут, потому что у Европейского Союза есть своя энергетическая стратегия, green deal, сокращение выбросов. Абсолютно понятно. Тогда мы понимаем, что речь идет сугубо в пользу, так сказать, сэтлитов американских на сегодняшний день в Восточной Европе. То есть это Польша, это Украина в первую очередь, но поддерживают еще такую политику страны Балтии и Молдовы, по-моему. Если мне память не изменяет. Поэтому вот как бы в глобальном масштабе ситуация выглядит таким образом. Что касается заявлений Коболева, это не первое его заявление. Они иногда даже переходили рамки его полномочий. Те заявления, которые он делал, это больше походило на заявление украинского МИДа. Чем на заявление... Или не украинского. Или не украинского, да. Чем на заявление главы. Потому что заявления, смотрите, его заявления, они всегда носили сугубо политический характер, когда речь шла о Северном потоке-2. То есть если бы Коболев выходил и говорил там, это уменьшит транзит по территории Украины на такое-то количество. Это приведет к потере Украины какой-то суммы денег от транзита российского газа. Или мы готовы выступить с конкретным предложением, которое станет реальной альтернативой Северному потоку-2. Это будет интересно не только, скажем, Российской Федерации, но и в первую очередь Брюссель. Это, так сказать, укрепит энергобезопасность Европейского Союза. Такие варианты, кстати, есть. Справедливости ради, если отмечать. Ничего этого не звучало. Звучали всегда в фарватере заявления Соединенных Штатов. Тут же они дублировались со стороны Украины. И в большинстве случаев дубляж шел как раз через руководителя НАК «Нафтогаз» Украины. Валентин, вот здесь я хотел бы задать такой вопрос. Ведь Коболев находится на посту руководителя «Нафтогаза» достаточно давно. Но он еще, по-моему, и в 2014 году был, если я не ошибаюсь. Они пришли с Витренков на революционной волне. Вот с 2014 года. И тогда к нему после таких заявлений возникает совершенно закономерный вопрос. А что же он сделал, чтобы избежать даже не достройки Северного потока, а чтобы избежать того ущерба для Украины, который будет от его достройки? Может, он действительно пытался предложить какие-то альтернативы и так далее. Но мы же этого не видели. Соответственно, возникает его вопрос о профессиональной компетенции. Ну, в какой-то мере, наверное, да. Потому что, если мы уже рассматриваем его должность не только как руководителя хозяйствующего субъекта, а и как политическую фигуру, по крайней мере, господин Коболев своими заявлениями как раз претендует на такую позицию, то здесь, наверное, от его виденья зависело в том числе и дальнейшее развитие украинской нефтегазовой отрасли. По крайней мере, это было до последнего времени. Даже записано в уставе «Нафтогаза» как одна из целей деятельности компании. То есть не только рубить бабло, повышать тарифы, добывать газ, но в том числе и способствовать развитию доступности и развитию украинской энергетической части нефтегаза, энергетической отрасли. В принципе, господин Коболев в 2016 году, если мне не изменяет память, то ли заявил, я вот сейчас боюсь ошибиться как бы с форматом этого заявления, но речь шла о том, что в 2016 году «Нафтогаз» не рассматривал продолжение транзита российского газа по украинской ГТС после окончания контракта. То есть с 1 января 2020 года. В связи с этим вся политика финансовая по отношению к компании «Укртрансгаз», которая впоследствии была разделена и теперь как бы оператор газотранспортной системы, то есть компания, которая управляет непосредственно транзитом, и есть «Укртрансгаз», которая управляет хранилищами, там было очень резко сокращено финансирование. По состоянию на 2018 год это вызывало очень большую критику у экспертов отрасли, причем экспертов с БЭКом, которые знали, о чем они говорят, которые принимали участие в создании украинской газотранспортной системы, о том, что ее ресурс на исходе, а в первую очередь ресурс газокомпрессорных станций, что агрегаты изношены, оборудование изношено, которое участвует, так сказать, создает необходимое давление для перекачки, часть станций работают на резервах, и как бы никакого улучшения ситуации. Вот я не готов вам сейчас сказать, потому что оператор не давал этой статистики, но уже вот новосозданная компания, как обстоят дела с украинской газотранспортной системой, но я боюсь, что ситуация кардинальным образом не поменялась. Поэтому господин Коболев, по сути дела, занял пораженческую позицию, вот объективно, которая была подтверждена как бы и действиями по отношению к «Укртрансгазу», и вообще в целом ошибочностью оценки дальнейшего развития ситуации. Получается, сейчас он просто пытается оправдаться, что вот там внешние силы виноваты. Понимаете парадокс ситуации? Он-то получается, вот с момента подписания контракта на транзит в декабре 2019 года, он умыл руки, потому что формально он не имеет отношения к оператору газотранспортной системы. То есть это же анбандлинг, да? То есть выделение. Это компания. По контракту у нас есть официальный агент «Газпрома». Это «Нафтогаз». Так был прописан контракт, что «Нафтогаз» является как бы агентом «Газпрома» по оказанию услуг, которые он заказывает у оператора газотранспортной системы, за это получает как бы некую маржу. Все. Больше никаких вещей не было. Более того, очень много говорилось, тоже очень важный момент, что деньги, которые были выиграны в стокгольмском арбитраже, необходимо направить как раз на модернизацию украинской газотранспортной системы. Сейчас мы видим буквально последнее заявление президента, что деньги были отправлены на дороги. Что было или еще будет. Как и ковидный фонд. Да, как и ковидный. Ну вот буквально вчера на форуме он сделал такое заявление, что это деньги «Нафтогаза», которые будут направляться, которые выиграны в стокгольмском арбитраже, и будут направляться на дорожное строительство. Поэтому формально вот господин Коболев пока ответственности избежал. Он может сказать, как бы все вот с 20-го года, это все вопросы как бы к оператору, к его руководству. Формально он не отвечает. Должен ли он отвечать, скажем, за период с 15-го, условно говоря, по 20-й, да, там по 19-й год включительно. Возможно, да, но тогда это вопрос к правоохранительным органам. Готовы ли они заняться этой работой по нему, по господинам Витренко, который тоже сейчас пытается, так сказать, уйти в политику и сказать, я здесь ни при чем, это не мы. Ну, то есть вот все, что было, все, что мы натворили, это не мы, оно само как-то. А теперь вот Витренко у нас социалист стал, причем, не побоюсь этого слова, прогрессивный, активно. Да, отстаивающий интерес, так сказать, государство и борющийся с мировым капиталом. Господин Коболев говорит, мы занимаемся вообще, у нас тут как бы европейская компания, вот у нас тут как бы голландцы, британцы, наблюдательный совет в Лондоне, мы белые, пушистые, у нас все прозрачно, вот, поэтому... Ну, классическая схема, нагадить и уйти в сторону. Да, как обычно, никто ответственности за это не понес. По развитию, ну, то есть как дальше будет функционировать украинская ГТС, это, наверное, было бы очень интересно послушать вот нынешнего руководителя, оператора, вот, как он видит дальнейшее развитие украинской газотранспортной системы. Да, но по факту, если вот уже, так сказать, к сути вопроса, смотрите, Украина территориально, даже с учетом всех обходных газопроводов, политических договоренностей, там, конъюнктуры политической в Европе, Украина занимает очень важное место в транзите, вообще в транзите, и в транзите газа в том числе. Украина обладает уникальными, и они по-прежнему остаются уникальными подземными хранилищами газа, хотя Европа после кризиса 2009 года попыталась от этой уникальности отказаться, и начали сами активно работать над созданием подобного рода хранилища. Мы видим, что сейчас они очень довольны после резких похолоданий, то есть хранилища, да, опустошены, но это не привело к возникновению кризиса на европейском рынке. Украина могла бы выступать определенным, ну вот разрабатывался такой проект в начале десятых, да, еще при Янукович, как восточноевропейский хаб. То есть Украина как восточноевропейский хаб. Я вам хочу сказать, что в таком проекте были бы заинтересованы и Газпром, и Российская Федерация, и Европейский Союз, и были бы соответствующие политические гарантии. Ну, то есть, если там копнуть вообще совсем далеко, если бы, я понимаю, что история не знает сослагательного накладания, если бы в 2004 году был создан Международный газотранспортный консор, в 2002 даже, еще при Кучме это дело было, то мы бы сейчас с вами жили в другой стране. Мы бы с вами сейчас не обсуждали Донбасс. Мы бы не потеряли Крым. Ну, то есть, вот, знаете, такая альтернативная история. Это была бы сугубо, то есть, вот этот консорциум, это была сугубо коммерческая структура, тем более, что аналог-то был создан. Его разорвали в 15-м году по революционной целесообразности. Бладкая компания «Газтранзин». Она занималась транспортировкой газа на юг. Сейчас-то не актуально, там уже турецкие потоки построены. Это была трехсторонняя компания «Турция», «Украина», «Россия». Вы когда-нибудь слышали о каких-то проблемах с транзитом российского газа по южному направлению на Балканы и в Турцию? И я не слышал. Никто. Никогда. Эта компания работала, себя прекрасно чувствовала. Все на этом зарабатывали, газопроводы находились, так сказать, в отличном состоянии. Ни у кого не возникало никаких вопросов. Ну что ж, неправильные решения приводят к неблагоприятным последствиям. Ну это мы стратегически взяли, но вот тактически принять решение о газовом хабе вполне возможно было, потому что объем 30 миллиардов кубов и для Украины, и для Европейского Союза. Это на зимний период, ну вот мы увидели зиму, да, тепло-тепло-тепло, там три теплых зимы, и вот четвертая, нате, получите месяц резкого похолодания. В этом были бы заинтересованы все. И еще раз повторюсь, и политические, и финансовые, и прочие гарантии, как с одной, так и с другой стороны, мы бы получили. И я вам больше скажу, это могло бы стать одним из элементов урегулирования. Конфликтная ситуация, ну то есть если мы уйдем от риторики, которая нам постоянно навязывается, частью политиков, что в России цена жидвичный ворох, да, а рассматривать это как конфликт между странами, который необходимо урегулировать, это могло бы стать одной из площадок, и я вам хочу сказать весьма эффективных, площадок по урегулированию, в том числе и глобального конфликта, в котором оказалась Украина. Но, к сожалению, геополитически ситуация пока явно не в пользу такого сценария. А в Испании на этой неделе протестовали против заключения в тюрьму рэпера-коммуниста, призывавшего к убийству королевской семьи и поддерживавшего каталонских сепаратистов. Звучит как сюр? Возможно. И все же это реальная новость. 32-летний рэп-исполнитель Пабло Хассель известен в Испании радикальными коммунистическими взглядами, которые он не стесняется выражать в своих песнях. Впервые за подобное творчество его привлекли к уголовной ответственности в 2014 году. Тогда он получил два года условно. После этого против Хасселя был возбужден еще ряд уголовных дел. В частности, рэпера обвинили в подрыве государственного строя за критику монархии. После многочисленных апелляций на этой неделе изначальный срок в два года снизили до девяти месяцев, но к этому добавились предыдущие два года, присужденные в 2014 году. То есть рэпера приговорили к двум годам девяти месяцам лишения свободы. Кроме того, за леворадикальный терроризм и оскорбление монархии ему грозит штраф в 24 тысячи евро. Вероятнее всего, выплачивать его певец откажется, в результате чего продлит свое пребывание за решеткой. После приговора Хассель не захотел сдаваться полиции и забаррикадировался в университете родного города Льейда в мятежной провинции Каталония. Он пробыл там более суток. Затем правоохранители пошли на штурм. Во время стычки сторонники Хасселя бросали в полицейских мебель. Сам рэпер не сопротивлялся, но выкрикивал коммунистические лозунги, когда его уводили. Арест Пабло Хасселя вызвал массовые беспорядки в испанских городах. Начавшиеся 18 февраля они продлились три дня. Сотни демонстрантов вышли на улицы Барселоны и других городов Каталонии, а также Валенсии и Таррагона, чтобы, по их словам, отстоять свободу слова в стране. В ходе протестов были отмечены массовые стычки с полицией. Интересно, что западная либерально-демократическая пресса поддерживает Хасселя. Вот, например, что пишет о его аресте американское издание The New York Times. Цитата. Осуждение и арест господина Хасселя вызвали общенациональные дебаты относительно испанского законодательства о свободе слова, которое является одним из самых строгих в определении высказываний, угрожающих государственной безопасности. Вероятно, столь лояльное отношение к арестованному испанскому рэперу-коммунисту в американской прессе вызвано разгулом леволиберальных настроений, популярных в США в последнее время. А вот явных призывов к насилию, террору и сепаратизму в песнях Хасселя его западные защитники предпочитают не замечать. Между тем, песня, за которую его привлекли к уголовной ответственности, содержит в себе прямой призыв к убийству представителя испанской королевской династии. Она так и называется – «Смерть Бурбоном». Напомним, что именно эта династия правит Испанией, и нынешний король Филипп VI является ее представителем. Помимо прямого призыва к насилию, в упомянутой песне Хассель называет «королевскую семью» чертовой диктатурой и паразитами. Кроме того, либеральная пресса, описывающая арест и приговор Хасселя, как правило, упоминает название его родного города Льейда без привязки к региону. Между тем, этот город находится в Каталонии, что многое объясняет. В 2017 году рэпер активно поддерживал референдум о независимости Каталонии, признанный властями Испании незаконным. После того, как стало понятно, что результаты волеизъявления не удастся воплотить в жизнь, официальные лидеры каталонских сепаратистов бежали за границу, а Хассель призывал своих слушателей переходить к террористическим методам борьбы за отделение региона. Если мы посмотрим на географию протестов против ареста Хасселя, то увидим, что проходят они в основном также в Каталонии. По этой причине попытки некоторых коммунистических и либеральных СМИ и блогеров выставить эти выступления в качестве протестов, недовольных своим социальным положением масс или даже борьбы за свободу слова, выглядят крайне неубедительными. Ничуть не поддерживая ущемление свободы слова и выражение политических взглядов, в какой бы стране они ни происходили, мы вынуждены констатировать, что в случае с Пабло Хасселем речь идет не о них, а об осуждении за банальные призывы к насилию и сепаратизму. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ! Субтитры создавал DimaTorzok КРТ!